Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале о вязании. Сегодня я хотела бы снять видео, которое я не снимала уже давным-давно. Ой, наверное, в январе или феврале, и потом я уже не снимала итоговых видео с готовыми работами за месяц. Мы с вами посмотрим, что я связала. Вообще, в этом году я веду такой ежедневничек и записываю каждый день, какие игрушки я вязала. Но это достаточно простые записи. Я вам буду вставлять фотографии для того, чтобы вы смотрели, потому что многих игрушек у меня нет в наличии. Те, которые у меня есть в наличии, я обязательно вам их покажу. Все остальные будут на фотографии. Просто расскажу, если были какие-то интересные моменты. Также в этом месяце я связала игрушки, на которые вышли либо выйдут бесплатные мастер-классы на моем канале. В общем, подведем итог за сентябрь. И я думаю, что все-таки нужно оставить такую традицию, снимать готовые работы за месяц для того, чтобы разнообразить немножко мой канал. Потому что в основном у меня влоги. Немножко я стала добавлять болталочки. Но готовых работ все-таки не хватает. Я просто не очень хочу снимать эти видео, потому что у меня нет в наличии этих игрушек чаще всего, которые я вязала за месяц. Потому что я их стараюсь, если это были игрушки на заказ, быстренько их отправить. Не задерживать, потому что задержит почта. Еще не хватало, чтобы я задерживала. Вот. Если вам будет нравиться формат именно в виде фотографий, я вам которую буду вставлять, то я вам попрошу, пожалуйста, ставьте лайки, чтобы я видела, что стоит снимать такие видео, что вам они действительно интересны. Ну что ж, давайте приступим к этому месяцу. Итак, первого, что я связала, первого сентября, у меня здесь записано, это был бирюзовый дракон, маленький. Он у меня есть в наличии, но, к сожалению, он запакован. Я его еще не отправила, вернее, его у меня не забрали. Я отправляю вот так красиво упаковано. На канале есть видео по упаковке. Также там я рассказываю про все коробочки, про все баночки, в которых я упаковываю миниатюрные игрушки. И потом я делаю вот такую вот в крафт бумаги с помощью бечевки, подписываю, кто там. Вот там находится дракоша. Хотя, может, давайте я развяжу и все-таки вам покажу. Давайте посмотрим на этого бирюзового дракошу. Вот такой вот малыш с бантиком. Надеюсь, что скоро он поедет к своей мамочке. Мамочка, надеюсь, отзовется. Вот такая вот крошка. Крошка-хаврошка. Вот. Это первая игрушка, которая была. Сразу хочу предупредить, что в инфобоксе вы найдете ссылочку на... Ссылочки на некоторые мастер-классы, которые я буду упоминать. И вот эти вот дракоши я вяжу по мастер-классу Насти Найнсюбс. В инфобоксе есть ссылочка на ее сайт, где вы можете купить ее мастер-класс. И не нужно будет с ней контачить. То есть, вы просто положили в корзину, купили и пошли вязать. Так, это первое. Дальше я связала белого дракона. Так, мне будет, наверное, сложно... А, все, вспомнила. Значит, у меня в конце августа намечалось сотрудничество с одной девушкой. Она хотела несколько драконов взять на пробу. Как у нее пойдет в магазинчик, она собиралась открывать. Но почему-то не сложилось. Я связала одного дракона. Хотела ее и показать, но она мне не отвечает. Она находится в Америке. Она говорит по-русски. Мы с ней даже созванивались. Разговаривали. Она мне говорила, что она хочет сделать. Вот, я связала дракона. Отправила ей, но, к сожалению, она не ответила. И я поняла, что я этого дракона просто продам. И мне пришел тогда заказ на трех дракож. На черного, белого и черно-белого дракона. Вот. Но у меня был связан дракон. Вот по тому же мастер-классу от Нэнси Упс. Был связан из Канарис от Ярнард Крючком 06. С зелеными глазками. И потом я искала ниточки, чтобы были похожи на Канарис. Искала их в швейных ниточках. Сразу же я не догадалась купить просто белые Канарис. Поэтому я связала белого дракона из швейных ниток. Из ниточек Белфилл 40. Нет, 30. Вот из таких ниточек. Но они оказались толще, чем Канарис. И поэтому, когда я отправила заказчице, она сказала, что черный дракон должен быть побольше. И мне пришлось связать черного дракона из Ириса. Для того, чтобы он был больше немножко, чем белый. Ну, а также третий дракон нужно было связать черно-белого. И отправить семейством черный большой дракон, белый, такого же размера, либо чуть меньше, и маленький черно-белый. Для черно-белого дракона в качестве белого цвета я использовала Люрикс Муллине. Он такой белого цвета. Знаете, не серебристый, а именно белый. Немножко под цветом отдает розовым и голубым. Такой красивый цвет. На фотографии он кажется просто белым. Но на самом деле Муллине это красивое. Такое, ну, классное. Оно на свету очень красиво переливается. И в итоге всех дракош этих у меня забрали. И белого, и черного, и черного большого, и черно-белого. Все они отправились в одну семью. Я безумно счастлива, что они живут в этой прекрасной семье. В этой семье живут еще другие мои дракоши. Из того, что я сейчас вспомню, это оранжевого дракона я как-то вязала. Вязала из... Как эта ниточка называется? Не вельвета, а из... Слушайте, вылетела. Ой, я подпишу на экране, как эти ниточки называются. Потому что я забыла, как они называются. В общем, вязала еще такого типа плюшевого дракона. Только маленького размера. Свекольного такого цвета. Очень красивый. Я бы, наверное, повторила еще таких дракош. Несколько штук. У меня как раз разные цвета есть. А так как нет у меня сейчас заказов, почему бы мне не повязать из этой ниточки? Угу. Так, ну ладненько. Также я связала желтого дракона с золотыми крыльями. Фотография получилась не очень. Какой-то он кривоватый. На самом деле он очень хорошеньким таким вышел. Но как-то сфоткала я не очень. Потому что у меня тогда обзор был закрыт держателем для камеры. Вот. Поэтому я его не очень красиво поставила на фотку. Но как память я сфотографировала. Золотой это опять же мулине люрекс. Сейчас вяжу я мулине люрекс в сочетании. То есть если дракон связан из одной ниточки мулине, крючком 0,45, то люрекс в пасме там идет 12 ниточек. Я вяжу в две ниточки. Потому что в одну ниточку получается достаточно хлюпенько так. Следующее, что я связала, это был цветочек 4-х сантиметровый. Тоже я попробовала связать на 1 сентября цветочек, подарить учительнице. Но его не подарила. У меня потом его купили. А моя самая первая заказчица, которая сделала первую покупку в моем магазине на эти, она заказала такой же цветочек, только побольше. Вот я взяла разного размера ирис и связала цветочек. Мне он нравится, голова. Но вот то, что говорить о тело и лапке, не совсем то, что я бы хотела получить. Скорее всего, если в следующем я буду вязать такого размера цветочки, то я не поленюсь, схожу, куплю от гаммы ирис. Он есть секционно окрашенный. И более нежные такие оттенки, потому что этот достаточно такой яркий и грубый. Но все равно цветочек этот связался и отправился к моей постоянной покупательнице. Ну, как постоянной. Она редко, но метко смотрит за моим творчеством. Мне это очень приятно. Следующее, что я связала, это были три бычка. Я вам даже их покажу. Значит, этих трех бычков я готовила для мастер-класса, который уже есть на канале. Это мастер-класс в продолжении мастер-класса в елочной игрушке крючком. И мы там связались с вами подробно. Я показала, как сделать оформление с помощью вышивки на вот этом белом бычке, с помощью масляной краски вот этот бычок. Кстати, вот масляная краска на хлопке легла лучше. И с помощью... Нет, подождите. Вот это с помощью... Слушайте, так хорошо сейчас выглядит. С помощью краски по ткани акриловой, а вот это с помощью масляной краски. В общем, все бычки мне сейчас нравятся. Вся краска высохла и выглядят они очень прикольно. Вот, осталось им сделать подвесочки. И будут либо такие сувениры самого первого маленького бычка, который был пробный, я отправила в качестве талисмана одной девчонки в подарок. Вот, такие вот три бычочка. Следующее, что я связала, это был... Это был дракон фиолетового цвета с зелеными крыльями. Также он уже приехал к своей мамочке. И я недавно получила отзыв, буквально вчера, по-моему. Очень приятно получать такие классные отзывы. В общем, человек доволен, сразу по сообщению видно, что он очень доволен. И действительно, такое сочетание было необычное, потому что я обычно, если беру цвета, то это, например, фиолетовый, темно-фиолетовый, темно-фиолетовый, там какой-нибудь фиолетовый люрекс. Если это, например, желтый, то золотой, либо светло-желтый, темно-желтый. А тут было сочетание фиолетовый и зеленый. Это было необычное, получилось такое сочетание, как будто у лаванды. не как будто, а как у лаванды, и, ну, прикольно вышло, я бы еще поэкспериментировала. Следующее, что я связала, это был фантазийный дракон у меня написано, я помню, какой это дракон был, мне прислали фотографию дракона, который был фиолетовый, с оранжевым, нет, с розовым пузиком и оранжевыми крыльями, то есть там было три сочетания цвета, это была прекрасная история, когда мама читала сказку в детстве, и решила, когда дочь уже выросла, отправить ей такой подарок на память, вот, пока что этот дракоша путешествует, потому что я его связала 8-го, у меня записано октября, и он улетел в Австралию, в Австралию очень тяжело летают посылки, и, конечно, по работе с этой, это можно отдельно поговорить, насколько иногда сложно вообще переживать эти перелеты, потому что я переживаю за каждую игрушку, и очень переживаю, чтобы этот дракоша долетел до своей хозяйки, в свой родной домик, где он будет жить. Следующее, что я связала, это был мишка с аксессуарами, и это начались у меня первые мишки, которых я делала в этом месяце аж 4 штуки, значит, мне заказывали мишек с аксессуарами, должна была быть маска для сна, постелька и мешочек для коробочки, в которую я отправляю. И вот этот мишка коричневый был первым, и я тогда сказала, что одежду я на него связать не смогу, но потом я поняла, что смогу это сделать, вот, поэтому изначально это был просто мишка и просто для него постелька, а потом к нему появилась маска для сна, также кофточка, ну и я вязала из ниточки, которая светится в темноте, вязала мешочек для коробочки. Фотографии в темноте очень плохие, потому что мне лень очень долго фокусироваться, нужно делать очень много фотографий, одних и тех же, чтобы найти, когда телефон сфокусируется непосредственно на вязании. Так, следующее, что я связала, это был зеленый дракон, я его делала с крылышками из люрикса, тоже помню этого дракошу, и потом я связала фиолетового дракона, это был светло-фиолетовый дракон, если я не ошибаюсь, и там были фиолетовые просто крылья, по-моему, я без люрикса делала, но вставлю фотографию, просто посмотрю, я все сейчас игрушки свои фотографирую. Следующее, что было, это был первый мой эксперимент сделать такую детализированную игрушку достаточно, и я самостоятельно, нет мастер-класса на эту игрушку пока что, возможно, в будущем я сделаю что-нибудь, не знаю, посмотрим. Я связала обезьянку, необычный такой герой, первую свою обезьянку, потому что в тот период, когда я вяжу игрушки, обезьянок я не вязала, я вязала обезьянку, ой, я уже рассказывала об этом, наверное, в 2015 году, когда был накануне года обезьян, я вязала игрушку для Слингобус, ну, там такая обезьянка, конечно, получилась стрёмненькая, а эта обезьянка мне нравится безумно, потому что она получилась детализированная, у нее открывается ротик, вот, даже я там нарисовала язычок, у нее есть пальчики на ножках, все пять пальчиков, на ручках я только сделала один пальчик, но вот на ножках я помучилась и сделала все пять пальчиков, также там животик отдельно сделала, в общем, такая игрушка посложнее, да, скажу, на таком уровне, как, наверное, создание дракона, то есть дракон это самая сложная была игрушка из миниатюры, потому что там много разных деталей, которые нужно или вышивать, или пришивать отдельно, либо вышивать, потом пришивать отдельно, вот, обезьянка приблизительно точно так же по деталькам идет, как и дракон. Следующее, что было, это я связала розовую книжку из флуоресцентной ниточки, которая светится в семнате, там у меня стоят эти, вот здесь вот ниточки, стоят эти ниточки с Алиэкспресс, и они накапливают свет днем и ночью светятся. Также я купила потом себе ниточки Гутермана, Гутерман чуть дольше держит этот свет, то есть вот эти вот китайские ниточки, они держат где-то 2-3 часа, Гутермана держат практически до самого утра. Свет, конечно, он становится постепенно все тусклее, но я вязала именно из китайских ниточек, тоже экспериментировала, и эта мишка мало того, что сама светится, у нее еще платье, вот я на ней проэкспериментировала и поняла, что я могу взять одежду, у нее платье, маска для сна, постелька и мешочек. Следующее, что я связала, это был маленький микро-цветочек, я вязала подсолнух, да, именно подсолнух, а вот где второй, а через неделю связала еще один подсолнух, но давайте я сразу двух расскажу. Значит, меня попросили связать цветочек, который я первый вязала, но попросили сделать его подсолнухом. Я сказала, что, конечно, смогу, мне всегда интересно экспериментировать с цветами хотя бы, поэтому я связала цветочек по бесплатному мастер-классу на Antioops, его тоже можно найти либо на сайте, либо в инстаграме Насте, и когда я его связала, он такой прикольный получился, и на этом цветочке я поняла, насколько очень важна тонировка, это делает игрушку более сложной, более интересной, вот, и второй цветочек я тоже делала точно так же, единственное, затонировала я его не желтым цветом, а оранжевым цветом, вот, и носик там получился немножко на разных уровнях, и выражения у них разные, но цветочки, получается, я связала с разницей в неделю. Следующий был третий набор мишек, это был голубой мишка, также у него было платье, мишка связана просто из мулине, а вот платье, повязка, постелька, частично были связаны из светящихся ниточек, и плюс я сделала более толстую, из более толстой пряжи, сам мешочек для коробочки, и сделала там вышивку. Это был третий набор, потом я эти три набора дополнила подвесками с Алиэкспресс, которые мне пришли самые маленькие, вот, ну, я думаю, что вы на фотографии уже видите, а мишке, который коричневый первый, я нашла пуговку, тоже на Алиэкспресс заказывала, чтобы делать домики. Вот, следующее, что я вязала, это был черный дракон, вязала его на замену, потому что не долетел первый дракон, который я вязала, черный с белым животиком, мы с заказчицей договорились, что я ей деньги возвращать не буду, свяжу нового дракона, вот, и единственное, что в новом, этом черном драконе я поменяла, сделала светящийся животик и зеленые глаза. Тоже отправила его уже, где-то он путешествует, надеюсь, что скоро приплывет, прилетит. И потом я связала еще одну обезьянку, мне было интересно посмотреть, насколько она будет актуальна в магазине на эти. Дело в том, что первую обезьянку я вязала просто по, как это, кастом-ода, по персонализированному, наверное, заказу, то есть, когда человек приходит, не именно за той игрушкой, которую ты выставляешь, а он говорит, они могли бы вы связать, например, чупакабру. Вот, это такой, ммм, ну я попробую. Вот, и первая обезьянка была именно так, человек увидел, что я вяжу маленькие игрушки, он говорит, а вы не могли бы связать обезьянку такого же размера? И это, ммм, интересная идея, надо попробовать. И вот я тогда попробовала и отправила. А потом, ради эксперимента, я на эти выставила эту обезьянку, что могу связать под заказ. Вот, и у меня ее купили буквально через два дня. Я такая думаю, ммм, интересная идея, нужно выставлять. Но не тут-то было. Купила постоянная заказчица, которая сделала третий заказ у меня на микроигрушку. И сейчас тишина, обезьянки у меня висят в магазине, но никого не интересует, поэтому, да, нужно экспериментировать еще больше. Но тогда, 20 октября, я связала вторую обезьянку, поняла, что я могу ее повторить, потому что мне было страшно, что я не повторю эти ножки, эти пальчики. Их, меня просят мастер-класс сделать, но я не знаю, как объяснить. Там очень сложно объяснить, как пальчики сделать, но сложнее этого объяснить, как пришить мордочку, потому что мордочка вяжется одной деталью, и чтобы ротик открывался, закрывался там. И на видео это просто надо попробовать связать, наверное, большую обезьянку, например, из ириса, и посмотреть, получится ли у меня сделать. В общем, я пока это обдумываю. Пока обдумываю. Следующее, что я связала, это был красный дракон, безумно классный у меня получился, я в восторге от этого дракоши. в нем все прекрасно, и красный цвет, и черные крылья, и такая мордочка классная получилась. В общем, я от этой бусечки чуть оторвалась, тоже отправила уже, тоже где-то путешествует. Дальше я участвовала в конкурсе «Осень оранжевая осень», которая проходит в инстаграме, и вязала белочку. Белочка у меня есть в наличии. Я вам ее даже покажу, поправимся, потому что мы из пушистой шерстки. Вот такая вот белочка. Голову она что-то задрала, давайте мы вот так вот. Такая вот малышка. Эта белочка я повторила с лесной коллекции, единственное, что я не делала ей белый животик, не потому, что его сложно сделать, а потому, что в условиях конкурса было то, что игрушку нужно связать обязательно оранжевого цвета, и 90, больше 90%, то есть не меньше 90%, должно быть оранжевого цвета. Максимум это мордочка, если бы я еще сделала животик, то это было бы уже больше, чем, меньше, чем 90%, поэтому я отказалась от белого животика, даже грудку не делала, хотя в дальнейшем я хочу делать пушистую белую грудку, как я делала у лисички. Кстати, лисичка, которую я вязала в августе, у меня до сих пор лежит, потому, что заказчица зреет, хочет еще там других малышей. Вот такие вот лисичка и белочка. Как видите, они достаточно похожи, но все-таки разные. то есть можно отличить, где листичка, где белочка, хотя и та, и другая оранжевого цвета, и та, и другая с пушистым хвостом. Но этой белочкой я довольна. Я в ней экспериментировала, делала немножко по-другому лапки, тоже буду менять, потому что хочу бедрышко сделать более таким объемным. Это бедрышко получилось маловато для этой белочки. Вот. Тоже схему поменялась. В следующий раз, когда буду вязать, обязательно делаю чуть-чуть по-другому. Дальше вот я связала цветочек, мы уже с вами поговорили, и затем я связала четвертого мишку с аксессуарами. Этот мишка был секретным таким проектом, потому что мне хотелось сделать... Так, значит, секретный был мишка. Я не показывала его фотографии в инстаграме, потому что девушке, которой этот мишка отправился, она смотрит мой инстаграм, но я надеюсь, что не смотрит ютуб, потому что я... Поэтому я во влогах показывала этого мишку, и сейчас вам ставлю фотографии, покажу. Значит, это был фиолетовый мишка, тоже с аксессуарами, я сделала ему платье, тоже маску для сна, нашла гитару, прикольно ему подходит, сделала сумочку, постельку и мешочек. С мешочком тоже была такая история, я купила ниточки Гутермана, которые я долго определяла, какой же у них эффект. Тоже во влогах вам рассказывала, все это показывала, оказывается, они меняют цвет на ультрафиолете, и это и когда я связала мешочек из этих ниточек в три сложения, я потом пробовала ультрафиолетом смотреть, что получится, в итоге ничего не получилось, никак не проявили проявили ниточки себя, мешочек как остался белым, как был белым, так и остался белым, я расстроилась, потому что ниточки стоят немало, стоят дорого и печально, вот, значит, следующее, что я связала, это был вот такой вот щенок, но я сейчас вам вставлю фотографию, какой он был изначально, значит, этот щенок связан по основам взятая из бесплатного мастер-класса на Чихуахуа на моем канале, там мастер-класс в трех частях, две части по вязанию и оформлению и одна часть по нитяному креплению, значит, что здесь было не так, мне прислали фотографию, где на фотографии четко видно, что ухо у собаки коричневого цвета, я сама сглупила, сама винвата, потому что изначально мне заказчица написала, что не могли бы вы сделать ухо черного цвета и возле хвостика тоже вот такие пятнышки должны были быть, я так думаю, ну, наверное, это тонкости перевода и так как общаюсь я с ними на английском языке и скорее всего ухо должно быть коричневого цвета, в общем, сделала ухо коричневого цвета, отправила фотографию, на что она мне написала, ну, ухо-то должно быть черного цвета, и я такая, вот тебе и самодеятельность, в общем, отрезала я ухо, связала новое и затонировала черным цветом, вот, в этой собачке она немножко по-другому выглядит, чем в мастер-классе, потому что я сделала утяжку мордочки, более такую приплюснутую, это мне нужно было сделать, потому что я сюда приклеивала носик из полимерной глины, вот, также я сделала другие лапки, они, видите, такие стопы, немножко бедрышки здесь расширены, ну, а остальное голова, мордочка, ушки, тело, хвостик, все связано как в мастер-классе, единственное, что мордочку я утянула, мордочка связана точно так же, 6, 12, 12, 12, вот, просто немножко утяжками получилась другая мордочка, следующее, что я связала, это был мой эксперимент, связала вот такого бочка с пиццами, на которого тоже будет мастер-класс бесплатный на моем канале в скором времени, значит, затонировала его потом маслом, не очень получилось, конечно, так себе результат, и и поняла, что хочу снять мастер-класс, мастер-класс я сняла чуть позже, когда связала еще одного бочка, поэтому покажу вам чуть позже еще одного бочка, далее, на выходных я занималась полностью вот этой вот малышкой, значит, эта крошка связана из ниточек Аделия Валерии, спасибо большое Оксане с канала Oxymagic, за то, что она мне прислала эти лимитированные ниточки, которых уже не найти, это полушерсть, пушистая, фантазийная такая пряжа, для изделий она так себе подходит, потому что у меня был такой цвет голубой и фуксиевый цвета, и варежки оставляют на руках ворс, неприятно очень, потому что когда снимаешь варежки, этот ворс остается на ручках, вот, значит, связала я вот эту малышку, она получилась больше, чем мишка, которого я вязала второго, первый мишка отправился к Оксане, и она получилась больше, потому что я вязала крючком 1,75, вот, получились такие глазки, немножко на волчонка смахивает, потому что цвет такой, и глазки по бокам так получается, не прямо, а не по бокам, также я связала вот такое вот платье, тоже потом сняла мастер-класс, как вязать такие платья, будет в дальнейшем на канале бесплатный мастер-класс, и сделала веночек, вот, ну, я, наверное, покажу вам на фотографиях, потому что эта камера не хочет фокусироваться на мелких деталях, у меня были еще подвески с прошлого года, с магазина Хобби Опт, мне ребята подарили в свой день рождения, привезли мне небольшой подарочек, и там были вот такие подвески, я сделала такую мишку, я надеюсь, что вы понимаете символ, чего этот мишка, я прям явно это не выделяла, не выражала, но я надеюсь, что вы все поняли, вот такая малышка, платье застегивается сзади на две пуговки, и потом я связала еще одного мишку, который мне не очень сразу нравился, и я долго не могла понять, почему он мне не нравится, и потом я поняла, что этого мишки глазки ровненько, здесь смотрите по бокам, а здесь глаза прямо и чуть выше над мордочкой, сейчас еще для сравнения вот этого мишку, которого я в августе вязала, смотрите, здесь тоже глазки по бокам и очень близко к мордочке, а у этого они над мордочкой получается и прямо смотрят, дело в том, что у этого мишки я делала, пришивала глазки не через шею, а через затылок, то есть делала утяжку через затылок этих глазок и получился такой эффект, в следующий раз я такого делать не буду, все-таки мне нравится, когда глазки утапливаются ближе к мордочке, буду делать через шею, этот мишка у меня будет в дальнейшем сантой, буду ему делать колпачок, кофточку и мешочек красный, вот, значит вот такой вот мешутка, и еще я связала второго бочка спицами, именно вот этого бочка мы вязали в мастер-классе, первый был образец, второго вязали в мастер-классе, он получился классный, потому что я ему сделала пятнышки сухой пастелью желтого цвета, вот, и глаза у него тоже желтого цвета, ну, потрясающий малыш, я тоже вставлю вам фотографию, здесь, значит, не сказала, из чего вязала, вязала этих бычков я спицами один с половиной из пряжи Ализе Ангора Голд, в мастер-классе я говорила, из какой пряжи лучше вязать, также я сказала, что этот, вот этот бочок в мастер-классе я вязала полностью из Ализе Ангора Голд, все цвета, а вот этот бочок мордочка из Вита Коко, рожки и нижние копытца из ириса, а вот эти вот верхние копытца из Вита Коко, но поняла, что не хочу вам в мастер-классе совмещать несколько видов пряж, потому что это вас запутает, поэтому мы вязали полностью из одного цвета, но он получился действительно очень таким милым, классным, если сравнить с этими игрушками, которые вязали, знаете, надо было все-таки их набить побольше, чтобы они такие пухляши были, в общем этот мастер-класс скоро будет на канале, вот, и что, еще я сняла мастер-класс на вязание вот такого платья, значит, этот мастер-класс платье с пиццами, регланом сверху вниз, показала, как без образцов, с минимальными расчетами связать такое платье, которое подойдет под любые куклы, под любые игрушки, в общем, вы по этому мастер-классу сможете вязать кофточки и платье на любую игрушку, не важно, какого она размера, не важно, какая она толстенькая, худенькая, какие у нее руки, там важно только будет в работе, чтобы был крючок, спицы и пряжа, пряжа тоненькая, желательно для маленьких игрушек использовать, это платье связано из Ализе Ангора Голд, вот такие вот пуговки здесь голубенькие, я еще буду делать вышивку и поясок, потому что здесь очень много сделано прибавок, вот платье такое получилось Мерлин Монро, и я хочу его подсобрать с помощью пояса, чтобы оно было вот такое, также я показала, как сделать такой красивый зубчатый край и сделать кетлевку, вот в мастер-классе я предупрежу, что это достаточно сложный уровень, и те, кто не готов делать кетлевку, не советую, потому что я вчера час, наверное, кетлевала все, вот это вот небольшое создание, маленькое, вот, плюс ниточка ворсинистая, она цепляется, было сложновато, для начинающих все-таки кетлевку я не рекомендую, лучше сделать вот такой простой край и потом пришить кружево, вот, ну, и последнее, что я вчера связала, сегодня, кстати, 30 сентября, на сегодня я никаких игрушек не планирую, вчера я связала вот такого вот динозаврика, динозаврика этого вязала я по картинке, но на этого динозавра есть платный мастер-класс, правда, он на английском языке, и там на большого динозавра около 50 сантиметров, ну, не знаю, я приблизительно вам так говорю, потому что там голова большая, как вот на ладошку прям положить, а у меня сам этот динозаврик как на ладошку, он очень такой минималистичный, я не знаю, насколько он понравится заказчице, и снова я делала игрушку без предоплаты, и снова думаю, что он останется у меня, но я найду кому ему его подарить, потому что игрушка получилась для детей, вот, здесь пришивная голова, пришивные лапки, нет никакого нестинного крепления, единственное, что глазки, но они настолько утоплены там внутри, что возможно, ну, ну, не знаю, в общем, я кому-нибудь скорее всего подарю, если не понравится заказчице, вот, такой Дина, сегодня я, как уже сказала, ничего вязать не буду, сегодня день останется без готовых работ, и сейчас я посчитаю, сколько же у меня всего получилось игрушек за этот месяц, так, ну, что ж, я подвела итог за месяц, значит, я связала 31 игрушку, на самом игрушки вяжутся, можно навязать их хоть 10 за день, поэтому, ну, количество здесь такое относительно, но, все-таки, я считаю, сколько всего готовых работ у меня получилось, 31 игрушка, из них 12 микродраконов, не только микродраконов, но драконов по мастер-классу Nancy Oops, я в этом году, когда случился бум на этих драконов, каждый месяц считаю, сколько у меня драконов получилось, итого, я смотрю, что у меня, вот, например, неделя, два, три, четыре, пять, пять дней у меня было без игрушек, это были какие-то выходные, либо я там вязала аксессуары для игрушек какие-то, и получилось, что у меня пять дней были на какие-то довязки, а так я вязала по одной-две игрушки в день, поэтому так и вышло, ну, опять же, маленькие игрушки, они, брелочки, знаете, вяжутся достаточно легко, но, например, микродраконов к маленьким игрушкам, которые как брелок, я их отнести не могу, потому что они выполняются очень сложно, ну, что ж, 31 игрушка, в принципе, это нормальная моя скорость, я вяжу где-то одну игрушку в день, поэтому 30 дней, 31 игрушка, замечательно, я с собой довольна очень, но хотелось бы все-таки мне переходить вязать игрушек меньше, но более сложных и более дорогих, что я в дальнейшем планирую как-то делать. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, вы немножко вдохновились, посмотрели игрушечки, был такой небольшой анонс, какие мастер-классы у меня есть на канале, опять же, попрошу вас, если вам все-таки не хватает этого формата по готовым игрушкам, маякните, как-нибудь напишите мне, я знаю, что есть лояльные очень подписчики у меня, которые готовы смотреть любые форматы, спасибо вам огромное, вот, ну, остальные, кто влоги не смотрит, напишите, почему вы не смотрите влоги, и хотелось бы вам посмотреть вот такие вот видео о готовых работах, все, на этом все, ставьте лайки, пишите комментарии, мы увидимся с вами очень скоро в новых видео, до новых встреч, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok